Здравствуйте! Это программа 112 в студии Юлия Гаврюшина. Я расскажу о происшествиях за прошедшую неделю. На минувшей неделе на территории округа зарегистрировано 159 происшествий, из них 9 преступлений, из которых 7 раскрыто, по двум проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 54 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Установлено 4 лица, числящиеся как без вести пропавшие. За неделю произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, пострадало 3 человека, причинен материальный ущерб. Так, 30 января 2018 года около 13 часов на 17-м километре автодороги на Ренмар-Красное произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель иномарки, двигаясь в сторону города, не учел метеорологические и дорожные условия, в результате не справился с управлением автомобиля и совершил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП двое пассажиров с телесными повреждениями доставлены в приемный покой окружной больницы. 3 февраля около 17 часов в дежурную часть окружной полиции поступило сообщение от бригады скорой помощи о том, что в результате наезда автомобиля в районе столовой обедов пострадал малолетний ребенок. Стражами порядка установлено, что водитель, управляя грузовиком, двигался в направлении городского моста в районе дома 48 по улице 60 лет октября города Наринмара и увидел, что слева от него в неположенном месте дорогу перебегает ребенок. Мужчина предпринял попытку затормозить, вывернув руль вправо, но столкновение не смог избежать. Несовершеннолетний ударился об колесо автомобиля и упал на землю. В результате дорожно-транспортного происшествия 6-летний мальчик получил телесные повреждения и доставлен в приемный покой окружной больницы. По факту ДТП сотрудниками управления МВД России по Ненецкому автономному округу проводится проверка. Сотрудники полиции призывают жителей округа не допускать нахождения малолетних детей на улицах и дорогах без сопровождения взрослых, особенно в темное время суток, и обеспечить верхнюю одежду несовершеннолетних светоотражающими элементами. В Ненецком автономном округе за 2017 год и начало 2018 года зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с участием снегоходной техники. Из них в состоянии алкогольного опьянения совершено 4 ДТП. В результате этих происшествий один человек погиб, а еще 7 человек получили телесные повреждения, причинившие вред здоровью различной степени тяжести. 2 февраля текущего года на территории города Наринмара и поселка Искателей сотрудниками госавтоинспекции совместно с представителями гостехнадзора проведена проверка соблюдения законодательства, регулирующего вопросы регистрации и эксплуатации внедорожного мототранспорта и самоходной техники. В ходе рейда проверено 41 внедорожное транспортное средство, выявлено 20 административных правонарушений. Из них 7 водителей не имели при себе необходимые документы, 7 не имели права управления транспортным средством, 2 водителей не зарегистрировали самоходную технику в установленном порядке и иные правонарушения. Сотрудники полиции напоминают, что для управления снегоходной техникой необходимо пройти обучение на категорию А1, это удостоверение тракториста-машиниста, а снегоход зарегистрировать в установленном порядке в государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ненинского автономного округа, получив государственный регистрационный знак. Несоблюдение указанных условий водителями снегоходов, а также нарушение ими правил дорожного движения Российской Федерации, влечет за собой привлечение их к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2 февраля 2018 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления выявлен факт реализации жителям округа алкогольной продукции посредством размещения информации в социальной сети «Друг вокруг». В ходе проверки установлено, что мужчина 83-го года рождения, осуществлявший реализацию спиртного, доставлял заказ на автомобили и во время очередной продажи, он прибыл на адрес, указанный заказчиком, где продал две бутылки вина емкостью по 0,7 литра. При этом мужчина не имеет права на осуществление деятельности по розничной реализации спиртосодержащей продукции. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В ходе осмотра автомобиля сотрудниками полиции изъято около 50 литров алкогольной продукции. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сотрудники полиции предупреждают, что неоднократная незаконная продажа алкогольной продукции влечет за собой привлечение к уголовной ответственности в соответствии со статьей 171 Прим. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции». В прошедшие выходные сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконного вылова водно-биологических ресурсов жителям Наринмара. Полицейскими установлено, что мужчина ловил рыбу ставными сетями в районе протоки Конзершар, реки Печора, Ненецкого автономного округа, на территории Государственного природного заповедника федерального значения Ненецкий. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Стражи порядка напоминают жителям округа, что за незаконный вылов водных биологических ресурсов в местах нереста или на пути к ним, на особо охраняемых природных территориях, либо в зоне экологического бедствия, с применением взрывчатых и химических веществ, электротока или других запрещенных орудий и способов массового истребления водных биоресурсов, а также за незаконную добычу котиков, морских бобров или других млекобитающих в открытом море или в запретных зонах предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконная добыча вылов водных биологических ресурсов. В минувшую пятницу в дежурную часть окружной полиции поступило сообщение о том, что в период с 20 января по 2 февраля 2018 года неустановленные лица умышленно повредили три кнопки вызова для лиц с ограниченными возможностями, которые расположены на улице на зданиях органов государственной власти Нейнско-автономного округа, находящихся в городе Наринмаре по следующим адресам. Улица Тыковылка, дом 2. Улица Смедовича, дом 25. Улица Победы, дом 4. Сотрудниками полиции подозревается, что к совершению данного деяния могут быть причастны двое несовершеннолетних. Стражи порядка призывают граждан, ставших очевидцами данных происшествий, а также располагающих сведениями о лицах, совершивших данное деяние, либо информацией, которая поможет их установить, позвонить по телефону дежурной части 02 с мобильного 112 и 421-26 или по телефону доверия 421-52. 3 февраля сотрудниками управления совместно с представителями добровольной народной дружины осуществлялась охрана общественного порядка при проведении двух мероприятий с массовым пребыванием граждан – День волонтера и пикет Коммунистической партии Российской Федерации. В охране общественного порядка и обеспечении безопасности граждан было задействовано 14 сотрудников полиции. Нарушение общественного порядка не допущено. 1 февраля 2018 года в актовом зале социально-гуманитарного колледжа со студентами средних профессиональных учебных заведений города Наринмара состоялась встреча на тему «Безопасный интернет». Стражи порядка рассказали о наиболее распространенных способах мошеннических действий на территории региона, совершаемых посредством использования мобильной связи и сети интернет, и рекомендовали соблюдать несколько простых правил, которые позволят существенно снизить риск оказаться жертвой интернет-мошенников. Также полицейские акцентировали внимание на том, что киперпреступления давно уже приравнены к преступлениям, которые совершены в жизни, и ответственность за их совершение постоянно расширяется. Раскрыть такие преступления непросто из-за ряда специфических особенностей. Например, из-за того, что мошенник и жертва проживают в разных городах, регионах и даже странах. Но несмотря на это, сегодня эти преступления расследуются, а преступники наказываются. Сотрудники окружной полиции напоминают жителям региона, что в ноябре 2016 года приказом МВД России внесены изменения по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии, отсутствии судимости и факту уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования. Приказ исключил государственные и муниципальные органы из круга заявителей на предоставление указанной госуслуги. Данную государственную услугу может получить только гражданин и только лично следующими способами. В электронном виде через портал госуслуги.ру срок предоставления справки составляет от 1 до 7 рабочих дней. На личном приеме с понедельника по пятницу с 14 до 17 часов в кабинете 102 административного здания ОМВД по улице Выучейского, дом 13 в городе Наринмар. В казенном учреждении многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по улице Ленина, 27 В и в поселке Искателей по улице Губкина, 3 Б и его филиалах. Подробную информацию можно получить по телефону 45702 или 42378. С 15 февраля по 20 марта 2018 года на территории города Наринмары Ненинская региональная общественная организация «Динамо» будет проводить конкурс детского творчества «Спортивная жизнь. Динамо глазами детей». Данное мероприятие приурочено к 95-летию со дня образования Всероссийского физикультурно-спортивного общества «Динамо». В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 7 до 11 лет. Конкурсные комиссии будут оцениваться поделки на спортивную тематику. Творческие работы должны иметь признаки, отражающие спорт. Поделка должна быть изготовлена из любого материала – текстиля, дерева, полимерной глины и других. Конкурсные работы будут оцениваться с учетом возрастных категорий участников. Поделки в конкурсную комиссию можно принести по адресу город Наринмар, улица Ненецкая, дом 20, кабинет 18. По всей интересующей информации звонить по телефону 4-84-26. Работы с заявками необходимо предоставить до 20 марта 2018 года. Награждение победителей творческого конкурса состоится в апреле 2018 года. О дате и времени будет сообщено дополнительно в здании Управления МВД России по Ненецкому автономному округу. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть МВД России по Ненецкому автономному округу по телефону 02 или 4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.